всем привет народ добро пожаловать на новую серию по спаржи и у меня для вас сразу хорошая новость теперь видео по спаржи будут выходить каждое воскресенье раз в неделю так что подписывайтесь на канал и смотрите все выпуски также есть еще хорошая новость так для меня так и для вас вчера один человек в инстаграме выставил то что он собирается ехать на граунды на автовозе то есть собирается народ то есть я был уже задет этой идеей давно хотел собрать тачку сейчас к лету и двинца на граунды но своим ходом я точно бы не собирался потому что мне хватило тем летом съездить даже на штамповках и на стандартной подвеске то есть было и хоть и так тяжело а на пневме то что ехали люди это еще хуже ну да ладно как бы есть некоторые факторы во первых надо еще попасть на того сколько людей поедет я не знаю на одном автовозе вмещается максимум 8 машин но я не думаю что соберется народу аж на два автовоза если даже раскидать по там 6 машин там 6 машин не знаю сколько поедет второй фактор надо набрать денег не знаю сколько но минимум сотку точно надо потом третий фактор опять же связано с автовозами как у нас получится поедем мы на одном или поедем на 2 если только поэт один еще надо него попасть как бы но опять же собрать тачку то есть тут пока ничего не известно но точно сразу нужно начинаю копить денег списываю с теми людьми кто собирается поехать делаю тачку к лету мы двигаем на граунды также опять хорошая новость мне только что позвонил виталик говорю что он может меня завтра принять возможно даже днем перед обедом чтобы я уже мог тачку забрать после работы и сразу сдвинуть к электрику как то есть записывался еще позавчера то есть нам надо будет доделать какие-то нюансы опять же по задним туманкам по электронике то что мне начало же даже тупить почему-то сигнал как я не знаю почему завтра опять же после электрика еду до семена так наверное даже высказывать претензии по поводу того что они не вырезали тогда мой бортовой компьютер и неправильно все подключили и скорее всего точно сто процентов из-за этого у меня начинают выходить всякие ошибки и неполадки по электронике могу сказать то что мы прошлой серии занимались по лягушке это даже также с этим связано со стопорями то что у меня вроде уже все сделано но до сих пор горит ошибка лампочки то есть где-то плохо с электрикой плане ламп диодов и всякого прочего принципе все прозвенели в должно быть все нормально но все равно непонятно почему тем более это все опять там на скрутках то есть было все нормально не знаю вот будем завтра опять делать продолжать что-то решать проблемы также заберу сабвуфер свой ну надеюсь что заберу если они его доделали не 5 проморозились неделю будем смотреть двигаюсь максимально низко сейчас буду менять стартер самостоятельно пока всех дождешься да и платить лишним 500 рублей как-то не хочется тем более там ничего сложного нету тем более когда у мне есть хороший набор инструментов которые мне подарили родители на новый год я прям их вымаливал чтоб не подарили но сейчас как-то так выглядит мой мотор немножко грязный хотя вроде вчера мыл машину но показал до магазина купил еще кстати свечи сейчас он покажу какие партиры купил тадем магазин сказали что он самый лучший стоил он 3 900 не знаю не смотрел кто производитель тяну россия у меня почему-то сам сработал компрессор так что-то мне это не нравится что-то спускает у меня так весь акулу сидит сейчас наверное могу предполагать в чем причина причина мне кажется вырубли его паскуду не сломался не высадилась аккумулятор который так уже наладом дышит не знаю даже чем проблема может быть смотреть то сюрприз в виде крышечки из герметичной упаковки кто-то хавал в утеры когда делал мне машину и забыл забрать крышку мне кажется меша спускает вот это месте да скорее всего но все остальное должно быть в порядке вот кстати блок управления с телефона этот блюк туз м карлюха почему-то она не спрятана да скорее всего тонн спускает у меня сейчас пока ездил наверно расшевелил это по сути все должно быть нормально что провода как-то торчать стали да я прям даже слышу как он травит сейчас закручу думаю что это будет проблема это прям все скопом накинулся на меня сегодня в общем купил так плафон спойлера дополнительный стоп сигнал вот это мой старый это новый какие-то уже какие лампочки стоят более-менее также хочу задуть в черный это нижний деталь спойлера которая она все равно останется верхняя будет изменяться под дактейл также начнут спустила переднее колесо или мне кажется а нет кажется сегодня считает блин понятно что сломал что не сломалась в принципе сейчас ехал все нормально было сейчас ехал самом нижнем положении в котором ну возможно ездить у меня то есть грубо говоря колесо где-то от здесь у меня находится съеду и никаких как вы знаете я вот этих ограничителей чтобы колесо сюда упиралась не делал если бы она мне нафиг не нужен стоит стабилизатор тем более там еще лонжероны не позволяют в общем я могу просто переднюю подушки спустить до самого конца что ну ехать собственно так на спущенных подушках но я этого не делал все равно даю одну атмосферу в подушках чтобы хоть как-то что-то им там давало ехать перед вообще ничего не цепляет правда когда кольцо выкручиваешь она сильнее начинает задевать внутренние арки но это просто ерунда ну и в принципе сзади тоже ничего такого там страшного нету думаю когда сейчас буду варить арки еще повыше предподниму на три сантиметра то есть вырез чтобы у меня она конкретно уже положилась до самого конца но по сути должно быть чтобы я люблю когда мне машина ложится ровно они либо перед и выше или повыше это ну смотрится колхоза машина должна лежать ровно это у меня нету в принципе прям цели положить ее на пороге как все это делают мне в принципе главное сейчас выставить фитуху а нижнее положение мне вот так в принципе хватает даже я могу на нем есть вопрос а не езжу потому что мне лень при каждых кочках и поднимать ну там лежачих полицейских хотя сам нижнем положении сейчас я ездил я спокойно прижал даже лежаки ну и смотрелся надо же визуально низкая не пушка что прям джип иду к успеху сказать вот какие свечи я купил это считать самые лучшие на 8 клапанный мотор инжекторный по моему все берут тем более такие у меня сейчас стоят в двигатели то есть я произвел у них год не знаю что-то как-то не нравится то что у меня машина начала подстраивать вот как бы все равно же надо их поменять тем более даже в сочи на них съездил принципе у сего у моего сейчас так интересно получается в этом году уже поменял генератор сейчас поменяю стартер поменял коробку ну пока ладно катушку не трогал и слава богу буду делать еще мотор а поменял патрубки сейчас все отопительно хотя менял их ровно год назад вроде что-то делаешь и денег больше уходит на ремонт чем на тюнинг хотя же мы же любим все тюнинг и мы стремимся к тюнингу что делать это скорость темнеет разница в моих свечах какая у меня была вот таком состоянии у меня сейчас свечи были вот новые правну разница видно уже три поменял сейчас последнюю поменяю и все вот как хорошо что под капотом ничего нету ни аккумулятора не всякой лишние билиберды права спокойно снял фильтр открутил свечи поставил свечи сейчас он спокойно тянусь даже до стартера красота свечи я поставил сейчас уже поменял генератор сейчас уже разбираюсь с подключением то есть красную фишку я так отверточкой подогнул чтобы контакт был получше а у минуса я вот взял наждачку и почистил контакты и когда поставил новый стартер заметила что вот медная штучка как на серегином то есть она у меня там болталась то есть вперед назад ходила но не выкручивалась это смотрел на поджата гайкой я сделал точно так же чтобы избежать всякого просто сделать точно так же надежности все почистил сейчас поставлю закручу буду пробовать запускать в общем все собрал такая красота получилась свечи поменены стартер установлен подключен все-таки думал по поводу нулевика надо все-таки ставить чтобы было хоть как-то цивильней вместо этой коробки поставил наконец новую крышку как раз сочетается щупом и крышкой посольного бака все подключу аккумулятор проверяю как все запустится запустится ли вообще вроде бы не рукожоп настолько конечно сейчас щупу будет ресивер качать но не думаю что он нам помешает вот и крутит вообще бодро повторяем вах все заработало запустилась помучился и наверное где-то час может полтора погода реально прям позволило тепло ну ветерок такой но принципе тут за забором и за капотом меня вообще не буду не замерз в принципе грубо за одно воскресенье сейчас может наснял уже пол видоса на серию есть так будет продолжаться дальше временем колесо совсем уже упала в минус падает падает не знаю завтра пойду к виталику посмотрим что он скажет по этому поводу с таким дальше прогрессом возможно уже кузов и дойдет до резин до диска и тогда никакой расширение лепить не надо будет да надо будет срочно исправлять потому что иначе это может обернулся чем-то плачевным сейчас смотреть не формируем саморезов сотом крепление сломано по нему и по ничью пинали уже что ли сейчас хочу следы чита но кто-то пинал значит так вот я говорю лишь оторвали прям все по ходу капоты пошла по ходу открыть наверно пытались нет ее еще ну конечно состояние так себе шпаклевки там уже грязи больше чем краски арки вроде как есть еще байкер спадах не было вот этого не было так это у них болезнь тут постоянно за этим следить надо нет если вы помыть если и протирать этого не будет как салгу состоит такое то же самое было я тут все это разбирал полностью красил себя то что это же самое было вот эти места роде как c а ну ну такое не хуже чем у меня было чехлах тут уже работают эти пакеты а секунд поддонки электронная даже что-то все кривое какое-то чуть не делали саморезах не делали все там на саморезах в салоне обшивки которые вообще даже не затрагиваются они там на саморезах по поводу битая уже счет сомневаюсь даже я не понимаю как люди могут ездить вот что у них вот так вот торчит вот вообще у меня машине столько же лет это чуть не надо здесь чтоб так было до конусу тоже вот это но тут ладно сигналка эту крышку как его возможно тоже ее тут не достать никаким боком там вот эти на саморезах тоже как можно все это сломать это так это все херня это гремучка только прям удивляюсь местным некоторым деталям которые как можно сломать если до них даже не добраться в принципе хоть под капону что более-менее так она в морду битая как где вот это я бы говорил вот так она была такая дышала дышала что у тебя этот горит ключ не видим а так дышала да что-то ее плохо а ей это родная морда что-то ключ потом не потеряй улетит капот кнопки открывать так он открыт а да открылся и бать она так-то тяжелая подержи что-то она тут все мокрая а крыши с крыши что капало ну такое я понял ковер такими стоящие как живые но если бы в августе бы ты сказал мне про нее дело в другом такие аварийные мятые продаются по 40-50 если кому-то надо для рыбалки для охоты никакая модель не нужно будет искать именно такую подъезжай проданы кинем итак приехал к семену сейчас буду отдавать ему одиннадцатую на установку сабвуфера всяких прочих доработок мелочей привет ну чё загоняем у меня приехал забрать да на нее катя приехала да вот опять снимаю в общем отдали машину семену обещает сегодня вечером загнать посмотреть сказать точно цену сколько мне это обойдется то есть надо будет просто провести плюс до задних туманок поставится буфер но и у пневмоподвески у этого датчика манометра взять аккуратно такой короб так можно сказать вези меня домой я не думаю на работу пока 11 но в общем вот такой получился небольшой видосик опять же повторюсь видео будут выходить каждое воскресенье то есть раз в неделю по возможности может быть пораньше будут выходить но зависимости сколько буду набирать материала как вы уже увидели я нашел одну одиннадцатую точнее мне ее предложили у меня есть небольшие планы на ее счет какие вы узнаете следующей серии так что обязательно подписывайтесь на канал ну поставьте лайк буду видеть активность стоит вообще что-то делать или нет заходите в группу вконтакте также смотрите за новостями все там выкладывается все выпусках вся музыка и там меня можете найти в принципе пока я отвечаю на все вопросы которые задаете но скоро я наверно же буду прекращать потому что слишком много одинаковых вопросов придется писать наверно список ответов ладно в общем не буду затягивать до следующей серии всем пока